Наверное, это самый крупный апдейт в истории Counter-Strike 2. Давайте разбирать, что они добавили и как это всё выглядит. А там есть очень много чего интересного. Новая система покупок. Мы поговорим об этом чуть позже, я покажу вам в самом ролике, как это всё работает, и мы сыграем даже одну каточку. Карты. Таст 2 заменён на Мираж. Почему они решили заменить, а не просто добавить, это большой вопрос. Добавили Counter-Strike в Рокшоп Тулс. Для создания карт, скинов и стикеров. Скачать их можно прямо из меню настроя CS2, но загружать карты пока нельзя. Теперь в CS2 можно просмотреть любые оружия, которые есть на торговой площадке Steam. Улучшили редактор карт Hammer. Теперь он эффективнее использует видеокарту для работы со светом. Минимальная видеокарта для создания карт это 2060Ti 6 гигабайт. Но разработчики рекомендуют использовать 2080Ti или что-то помощнее. Но если у вас нет такой мощной видеокарты, то прямо сейчас покупайте билеты и прилетайте в Грузию в Тбилиси. Киберклуб CyberShock Premium. У нас тут 4070Ti, поэтому у вас всё точно получится. Изменения смоков. Улучшили проработку освещения в смоке, если он падал сразу на несколько бекетов, которые издают яркий свет. Временное окно дыры от хаешек стало более короче, чем раньше. Теперь дробовики создают более широкие дыры в смоках. Теперь ВАК будет останавливать матч по окончанию раунда, в котором он нашёл читера. В расчёте званий этот матч не будет засчитан. Из другого. Много технических улучшений в SubTick системе. Обещают более плавную и точную работу. Теперь звук ваших собственных шагов и только их обрабатывается не на стороне сервера, а на вашем клиенте, чтобы избирать проблем с задержкой. Улучшена производительность в оконном и фуллскринах режимах. Мульти бинды на одну кнопку вернулись, но Джамм Строу всё ещё использовать нельзя. Напомню, что Valve запретили юзать их на турнирах, потому что считает Джамм Строу скилл зависимой штукой. Сейчас я вам покажу, как это всё выглядит в самой игре. Погнали. Кстати, весь этот ролик я буду в рукаве Vitality и Naruto. Один из этих рукавов я разыграю в своём телеграм-канале. Поэтому, если кто-то хочет заполучить такой рукав, это ставка по всему миру, то приходите в мой телеграм и участвуйте. Там очень мало условий. Ну что, пока тут ничего не изменилось. Кроме того, что я увидел очень грубую ошибку, которая делает КС неиграбельной. Что это такое? Почему они сделали всё правильно тут, но здесь и здесь и здесь не хватает одного герца? Ребятки, вы в каком мире живёте? Самое интересное, лод-аут. Не удивляйтесь, не пугайтесь, всё хорошо. Будем разбираться, привыкать. Фух. Да. Вот такая у нас картина. Непонятно, что это за игра. Ну, ладно, вы все понимаете, что это за игра. Я не играл в Далорант, но все говорят, что это копия. А копия заключается в том, что теперь нужно пикать оружие на игру. Как будто выбор героев. Вы можете выбрать только 4 пистолета, которые вы хотите использовать на протяжении всей игры. Вы можете пикнуть только 5 оружия мид-тира, которые вы можете использовать на протяжении всей игры. И то же самое с трифлами. Это очень странно. Я пока что не пришёл к выводу, зачем они это сделали. Я не нахожу логики. Но какой я вижу здесь плюс, это, понятное дело, эмка. Ребятки, наконец-то. Теперь вы можете играть с двумя эмками сразу в одной катке. Вы просто пикаете её в этот слот. Вы просто перетаскиваете это оружие сюда, и всё работает. К примеру, я хочу, чтобы у меня было бы вместо АВП скар. Всё. На протяжении всей игры у меня не будет АВП. Ладно, выбираем сторону теров. Здесь такая же история. Но, как я помню, затеяров только АУК и револьвер меняется, да? Больше ничего. Поэтому здесь вообще нет никаких изменений. Ладно. Ну и, наконец-то, миражик. Я вам сейчас покажу очень интересную вещь. Присыпаем. Ооо, это бай-меню у нас. Я первое это вижу. Покупаем дуэл-береты. И считаем то, что это было зря. Я не хочу. Нажимаем сюда, и нам возвращаются деньги, и оружие уходит. Вот так вот. Интересно, да? Так, это мой первый раз на мираже. Но меня это не волнует. Кстати, очень красиво выглядит окно. Очень приятно, как будто я в фильме каком-то. Ребятки, самая главная фича. Смотрите. Я сейчас беру гранату и кидаю её вот сюда. О, попал. Она не развивается. Она не разбивается. Теперь можно делать раскидки и даже стрелять через эти решётки. Блин, не знаю, какая-то она пиксельная вся эта игра. Вот просто какие-то пиксели. Неровностью. Что-то не так. Смотрите, ну, не знаю, мне не нравится. Внутри всё хорошо, правда. Смотрите, как красиво всё. Но снаружи это просто ужас. Так, смотрите, ребятки. Новый звук Фомаса готовы? Ну, давайте говорить по факту. Прошлый звук был приятнее. Но это опять дело привычки. Мы скоро забудем, как звучал прошлый звук. Они сейчас делают звуки оружия, как будто в реальной жизни. Поэтому в целом здесь минусов не особо много. А сейчас давайте посмотрим, как они изменили дырки в смоках. Так, это у нас Фомас. По сути, ничего не видно. И по 2000 тоже ничего не видно особо. Так, ну а сейчас давайте посмотрим, что будет с дробашом. Вот это я понимаю. Вот это хорошо, на самом деле. Кошмар. Ну, это очень сильно. АВП. Вообще ничего не видно. Также разработчики добавили сложность каждого оружия. Оно отмечается в звёздочках. К примеру, по 2000 очень лёгкое оружие, по мнению Valve. Долбериды тоже. Бизон также. Но АВП уже сложнее на один пунктик. А ССГ самое сложное оружие, по их мнению. О, Зиггл, три звёздочки. Револьвер, три звёздочки. Ну, конечно, что вы из него сделали? Просто позор какой-то. Судя по всему, что делают Valve, они пытаются сделать игру более газуальной, чем она есть сейчас. В помещениях неплохо. Но освещение здесь сделано очень хорошо. Да. Потому что если в маркет зайти, там вообще всё зелёное. Киберклуб. На каждых частях карта, ну на картах везде разное освещение, за счёт этого очень классно всё выглядит. Особенно эти лампы в АПСах. Слушай, мне не нравится. Выделяется слишком? Очень сильно выделяется. Как будто школьник арту это делал. Очень плохо. Блин. Вот. Не знаю. Вот так быстро ты умираешь. Это просто... Визуально как-то нелепо выглядит. Так, я случайно закупился и могу спокойно севать рифанты. Это класс. Блин, посмотрите на эту карту. Ну, это... Если у меня самая худшая графика, я это могу понять. Так, всё. Я сейчас поставил максималку. Смотрим. А-а-а. Ладно, я извиняюсь. Лучше стало. Но у вас тень какая-то странная. Она очень сильно играется. Ну, понятное дело, стало лучше. Понятное дело, я извиняюсь. Мой первый нож КС-2. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хорош. Еще первый клочко. Это мой первый клочко из-за. Я не играл, кстати, матчмейкинг на ДАЗ-2. Это мой первый. Не знаю, мне не нравится. Мне не нравится, как ты умираешь в этой игре. Очень быстро. Господи, как красиво выглядит вот эта зона. Очень красиво. А телевизор какой здесь новенький? Что ты сказал? Вот он же изменился. Теперь тут серый экран вместо разных лет. А-а-а. Не, ну вот честно, это молодцы. Тут всё классно. Но мне очень нравится, как здесь встроено освещение. Ой, как красиво. Нравится. Убивать нравится? Да, точно нравится. Ай-ай-ай, на эти пульки, на эти следы. Давайте посмотрим, как будет выглядеть картинка, если я буду играть 4 на 3 на самой лучшей графике, которая возможна. Ой, какая красивая картинка всё равно. Не, слушайте. На максималке играйте комфортно. Но игра по мне становится, но это факт. Ну, мне кажется, здесь очень хорошо раскрыли 16 на 9 разрешения. Именно в CS2. Ну, неплохо на самом деле. Да, всё неплохо. Самое интересное, что будет с уверпасом. Там же его прям значительно изменили и инферно. А на мираже здесь так просто вроде как освещение поменяли в основном. Да, да. Ну, непонятно, когда это будет, конечно. Но если раз в 3 месяца, то, конечно, через годик-полтора мы увидим игру не в бете. Так, мой Драголор. Как же он выглядит? Мой Драголор. Красивенький. Он стал более чистым. Наклейки сверкают. Мне нравится. Я думаю, он здесь будет последнее. Сыграв каточку, у меня есть предположение, что особо ничего не изменилось. И начинать панику абсолютно не нужно. Но если говорить про мираж, то мне не хватило этой каточки. Поэтому я соберу завтра стак грузинских ютуберов и моих друзей. И мы сыграем в киберклубе Сайбершок премиум в буткемпе. И я вам запишу каточки из лана. Мы будем играть Дэймираж. Поэтому ждите этот новый ролик, вам он понравится. А что точно понравится, это то, как мы строили этот киберклуб. Просто переходите сюда и смотрите, куда мы потратили полмиллиона долларов и как это все выглядит. До следующего ролика. Пока.